Как и в предыдущем материале про текущую Лигу Европы, который решил сосредоточить свое внимание на матчах с участием клубов Армении, России и Украины. Арарат Армения снова одолел своего соперника, на сей раз словенские цели в овертайме. И снова решающий гол забил украинец Сергей Вакуленко. Что дало мне право пошутить на страничке фейсбука знатока армянского футбола Сурена Менукяна, что армянам пора уже памятник Вакуленко устанавливать за заслуги перед футболом Армении. На сей раз украинский защитник Арарата Армении поразил цель не головой, а ногой, точно пробив однокасание. Что в любом случае принесло море радости и океан позитива армянским любителям футбола. Давно уже в этой закавказской стране не было таких вот футбольных праздников. Шутка ли? В течение недели армянская команда вырывает победы в международном турнире в дополнительное время. Теперь на очереди соперник посильнее двух предыдущих, Сурена Звезда из Сербии, познавшая вкус Лиги Чемпионов. А вот Россия, в отличие от Армении, опустилась в глубокий траур. Ведь после московского «Динамо» из Лиги Европы вылетел и Ростов. Кроме классного гола Шумродова, у россиян и выделить нечего, кроме удаления, конечно. Но еще до того, как Ростов остался в меньшинстве, счет на табло уже был 2-1 в пользу гостей из Израиля. В итоге Маккаби Хайфа продолжает борьбу, а российские СМИ задаются вопросом. Провалы «Динамо» и «Ростово» что это? И тут же отвечают «Кошмар!» Да, для России кошмар. Лично для меня закономерность, которая началась еще с прошлого сезона, о чем говорил в предыдущем материале про Лигу Европы. Как видно из фотоколлажа на инфографике, 95% из 7440 проголосовавших на Sports.ru, среди которых и я, автор Саныч, который говорит, считает, что пролеты, можно сказать, позорные, московского «Динамо» и «Ростово» в квалификации текущей Лиги Европы это уровень российского клубного футбола. Настоящий, а не раздутый СМИ до невероятных пределов. Здесь характерен комментарий под постом, откуда я заскринил графику, собравший полсотни плюсов. Уровень нашего чемпионата на сегодняшний день объективно это одно. Если «Опссссссс» в Еврокубках в прошлом сезоне могло восприниматься как какая-то нелепая случайность, то первые результаты этого года показывают, что это не случайность. Мы привыкли требовать от наших команд проходу всяких Базля и Браг, хейтим наших за вылет от таких. Но давайте признаем, что Базля и браги в нашем чемпионате боролись бы за чемпионство, А Лудогорцы, Ференцвароши и Макаби за Еврокубки у нас слишком завышенные требования. Уровень нашего чемпионата очень сильно деградировал за последние годы. Тут я полностью согласен с российским болельщиком. Сам об этом неоднократно говорил и утверждаю. Уровень российского чемпионата завышен, впрочем, как и вся мощь России. И наоборот, уровень чемпионата Украины, как и самой Украины, намеренно в России занижается. Только вот, как оказалось, если ты сам дно, то это еще не означает, что и другие такая же, как и ты, яма. Что бы там ни говорили в России, а украинский клубный футбол, как и сама Украина, постепенно поднимается и встает на ноги. Про футбол таки являне в Бельгии уже сделали весомую заявку на Лигу чемпионов. Десна мужественно сражалась с Германией с Вольфсбургом, а Колос пытался обыграть в Хорватии далеко не слабую Риеку. Десна хоть и проиграла 0-2, но сыграла в свою силу. После перерыва наши даже владели инициативой. Больше того, после удаления эстонца Тамма вполне могли сравнивать счет, но свой шанс Десна упустила, за что было наказано на последней минуте матча. Шахматы Колоса с Риекой должны были завершиться голом Евгения Селезнева на последних минутах основного времени. Но тропический ливень помешал опытному форварду нанести удар сходу, а повторный впадение пошел выше ворот. Ну а дальше сработало правило «Не забил получай». Гол в овертайме после углового вколотило под перекладину Риека. Атаковать Колосу по болоту было очень трудно. Футбол больше напоминал водное поло. Впрочем, обе команды были в равных условиях, которые лучше использовали хорваты. Сказку Колоса запорол Селезнев. Это последний факт, который я сейчас констатирую. Впрочем, я заранее предполагал, что Украина будет представлена в основной сетке Еврокубков тремя клубами. Шахтер в Лиге Чемпионов, Заря в Лиге Европы, Динамо Киев пока на распутье двух турниров. Но очень бы хотелось болеть за свои украинские команды каждый из трех дней Еврокубковой недели. Вторник среда Лига Чемпионов, четверг Лига Европы. Подписываемся на Футбол Сан, при этом нажимаем на колокольчик, чтобы получать уведомления о свежих материалах канала. Ставим лайки, спорим в комментариях. Всегда с вами Саныч.